Здравствуйте, дорогие мои! Вы давно просили, чтобы я поучаствовал в хардкор-челлендже на классике. И на мой взгляд, хардкор-челлендж это когда ты просто прокачиваешься... Ну и для тех, кто не знает, да, рассказываю? Это когда ты просто прокачиваешься на классике и ни разу не умираешь. Если ты умираешь, то ты удаляешь своего персонажа. Но дело в том, что есть целая огромная комьюнити игроков. И сейчас, насколько я понимаю, вот прямо сейчас тысячи людей на одном сервере качаются и качают своих хардкорных персонажей. И у этих людей есть свои правила. Эти правила... Ну, имха, они делают игру скучнее, нуднее, да, наверное, хардкорнее. Там, допустим, по-моему, нельзя торговать и аукционом пользоваться. Я не знаю, сейчас мы посмотрим подробнее. Но, тем не менее, как я понимаю, если я просто захочу прокачаться не умирая, вы меня загнобите. Поэтому, что мне остается? Мы начинаем сегодня хардкор-челлендж. Прокачка в классике. Причем это не будет, скорее всего, происходить на стримах. Хотя, кто знает, не знаю, посмотрим. Прокачка в классике с нуля. На персонажа, которого выбрали вы. И я, честно говоря, думал, что это будет разбойник. Я пошутил тут вот снизу. Никто не знает, зачем вы голосовали. Я пошутил, что это класс, который я удаляю на 1 апреля. Но вы выбрали друида. А на этом сайте у нас есть уже несколько дополнительных условий. Но я их сейчас не буду читать. Я их вроде как представляю. Я так понимаю, что они автоматически будут написаны, когда я установлю себе хардкор аддон. Я не знаю, вот тут вот есть кнопочка донлоуд. И есть еще раз кнопочка донлоуд. И я, наверное, просто попробую установить, как бы, как я привык, через приложение Курсфордж. Все, вроде бы аддон я поставил. Надеюсь, что это то, что нужно. Потому что у них на сайте тут вообще аддон для Вотолка указан. И единственное, что я не знаю, это на каком сервере создавать персонажа. Но тут есть такой специальный, как бы, лист. И вот видите, сколько тут везде подписано, что это эра сервера. То есть классика эра. Есть парочка в Вотолке гильдий. Но в основном все играют именно на классике. А, мы еще не знаем, Альянс или Орда, да? Окей, давайте генератор рандомных чисел. Если 1 Орда, если 2, то Альянс. Генерируем. Орда. Отлично. Итак, мы друид за Орду. Как вы знаете, с доступом во многие игры сейчас проблемы. Но для фанатов World of Warcraft есть бесплатное решение. Проект Сирус с онлайном более 60 тысяч человек в сутки. Кроме того, проект Сирус дает вам возможность получить бабки. Раньше призовой фонд Сируса составлял 2 миллиона рублей за различные PvP и PvE активности. И 2 миллиона рублей это уже достаточно много. Но теперь призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Начните играть на Сирусе и вы сможете выбрать один из трех игровых миров. Первый сервер это Скорж. Игровой мир с многолетней историей. Уникальная система прокачки после 80 уровня. Черные бриллианты. И другие крутые фичи, которых вы больше нигде не найдете. В первую очередь появляются именно на этом сервере. Второй игровой реалм проекта Сирус. Сирус Алгалон максимально приближен к 3.3.5. Идеально подходит для любителей PvP. Нет систем, влияющих на прогресс. Режим войны везде. И третий сервер, который открылся совсем недавно. Сирус. Вы можете стать первооткрывателем. Можете создать свою новую потрясающую историю. На новом сервере Сирус. И кстати, не важно какой из этих трех реалмов вы выберете. На любом из них вас ждет обновленный интерфейс. Улучшенные HD модели персонажей. Новые локации. Например, остров Толгород или Андраксис. Место, где живут драктиры. Что? Драктиры? Да! На проекте Сирус появились драктиры. С собственным реализацией этой расы. Своим лором. Своими сценариями. И доступны они сразу. И бесплатно. Кроме того, кстати говоря, драктиры могут... За драктиров можно играть за любой класс. Драктиры могут быть любым классом. Короче, вы поняли. Без всяких этих глупых ограничений. А еще на Сирусе классной PvP-арены. Есть даже режим 1 на 1. Если вам там вдруг все вот это стандартное и не совсем стандартное, как 1 на 1, не подходит. То есть соло-пвп. Все против всех. Проект Сирус. 10 лет истории и постоянного развития. Выбери свой мир и свой путь. По ссылке в описании. Генерируем. Орда. Отлично. Итак, мы друид за Орду. На сервере. Гидроксианские ватерлорды, я так понимаю. Все здесь игра... А, ну в принципе как бы и все. А тут в какую гильдию? Я не знаю, как там в гильдию вступать. Может быть, одно на мне подскажет. Поэтому мы переходим на сервер. Гидроксианские ватерлорды. Это, если не ошибаюсь, РП-сервер. И создаем тут Таурена. Потому что у нас как бы других вариантов в классике нет. Друида. С ником, может быть, он даже не занят. С ником Пептар. Чудо. Правда, у меня что-то я забыл, что в классике надо еще и внешность настроить. Давно не играл, знаете. О, сразу видите, вот такой вот значок, значок. Это означает, что я хардкорщик. Ну, я предполагаю. Ладно, давайте тогда перейдем к ним на сайт. И я все-таки, ну, типа, что-то надо-то делать. Как это работает. Значит, смерть, удаление персонажа. Вот, гир и итемы. Вы можете использовать только гир, который вы сами скрафтили. Видимо, включая квесты. И дроп или от НПС. Ну, окей. Да, в принципе, это логично. Потому что иначе вы могли бы взять там супер заенчанченные шмотки хай-левельными энчантами. Ну, настолько хай-левельными, насколько возможно. И, конечно, это сильно усиливает персонажа. С одной стороны. С другой стороны, можно просто не делать настолько обузных вещей. Просто мне кажется, что торговля это интересно в World of Warcraft. Но, окей, у нас хардкор. Так, баф и плеер. Ну, короче, понятно. Если вас кто-нибудь бафнул, то окей. Мимо пробегающие атак. Вот нельзя ни в коем случае попросить. Все профессии разрешены. Аукцион. Никакого аукционного дома. Переписка между игроками запрещена. Можно принимать письма от НПС. И можно пользоваться своим банком. То есть, все остальное запрещено. А если мне, допустим, зритель пришли... Так, ладно, я не буду вам рассказывать, как забузить. Группы. Никаких групп. Ну, там есть какие-то отдельные правила для того, чтобы играть с группами. Все таланты разрешены. И трейдинг полностью запрещен. Да. Да. Класс. И данжены. Фулл хардкор данжен групп. А авторизает байт. Он ли один ран. Я могу играть с другими, ну, типа, чуваками. И, по-моему, тут есть какие-то ограничения по уровню. Я правильно понимаю? Да. Тут ограничения по уровню на данжи. Я могу играть с другими хардкорщиками. В данжи ходить. Но только один раз. И это, кстати говоря, хорошо. Потому что я думал, что данжей вообще нету в доступе. Я не смогу в них ходить. И у меня не будет никакого шмота. И, главное, не будет тупщей экспы. Так. Что, кстати, смотрите. Вот по обилкам. Ну, типа, воскрешения и так далее. Варлоки не могут воскрешаться по СС. Шаманы не могут раскрытаться по Анку. Паладины не могут использовать Баббл ХС. Не, ну, конечно, я понимаю, что тогда у паладинов было бы я точное преимущество. Но мне кажется, что когда ты используешь Баббл ХС, ты абсолютно точно не умер. Тем более, по-моему, в классике ХС кастуется дольше, чем Баббл. Висит, в смысле. Поэтому эта связка, на самом деле, не работает в классике. В Актуале сделали специально каст ХСа дольше, быстрее под Бабблом, чтобы вы могли поражать Баббл ХС. Ну, типа, мем. Ну, понятно, короче. Если вы хотите сдохнуть, вы можете поучаствовать в ПВП. Вообще, честно говоря, я должен сказать, что, на мой взгляд, в хардкор-челлендже нету ничего сложного. Потому что, камон, у тебя единственное... Ладно бы тебе там надо было какого-нибудь босса, да, убить, быстро там прокачаться. Вот это сложно. Когда тебе нужна единственная твоя задача, единственная твоя задача, это не умереть. В принципе... Ну, там, типа, допустим, мне бы предложили миллион долларов, сказали бы, пепетар, ты докачиваешься до 60-го левела без смертей. Я бы это сделал с вероятностью 100%. Ну, если бы у меня там какие-нибудь стрим-снайперы. Потому что там есть, на самом деле, хитрые схемы. Как при 100 можно гарантированно ввести чувака в ПВП-комбат. Ну, насколько я понимаю, так можно. И, как бы, все, без шансов. Можно просто качаться на зеленых мобах и легко докачаться. Это именно то, чем я собираюсь заниматься. А учитывая, что я хочу это делать только не на стримах, наш хардкор челлендж и серия этих видосов закончатся через три года. Первое, что я хочу сказать, это посмотрите, сколько тут людей. Я так понимаю, что это как раз все хардкорщики. Потому что, вот, Victory No Death, это, допустим, гильдия хардкорщиков. А давайте я напишу, я хочу вступить в гильдию. How I can... Блин, как будем вступить в гильдию? Join to your... H... 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 Гуилд. Ну, заодно посмотрим, что там, как, сколько народу. Да, видимо, этот чувак может меня заинвайтить, то есть кто... Ну, ладно, он не знает, он, видимо, тоже, видите, новичок. Потом какого-нибудь другого чувака из этой гильдии встретим и... И заинвайтимся. Ну, чё? Big Hunt began, как говорится. Я себе пока что не поставил вообще никаких аддонов, хотя, вы знаете, я любитель аддонов. Они не запрещены, вроде как любые аддоны не запрещены. Хотя, там об этом буквально ничего не написано, честно говоря. Ну, вот опять же, вообще, имха, какой-нибудь аддон, который тебе показывает, там, допустим, всех рарников, там, их хп, полностью тебя ведёт по квестам, даёт больше бонуса, чем доступ к аукциону. Ну, в большинстве случаев. Не, я понимаю, да, если там у тебя дают доступ к аукциону, ты можешь как-нибудь заобузить, купить какие-нибудь фиолетовые вещи на какие-нибудь деньги, которые, там, купишь на фанпэе, условно. Тут могла бы быть рекламная интеграция, но... Ну, да, да, наверное, вот поэтому они так всё ограничили. Аддоны, в общем, можно. Я решил, что... Зачем они мне? Я и так знаю, как убивать длинно... Нохов, или как они там называются, эти чуваки. Господи, в классике такая карта старая. Я открываю, у меня тут ничего, никаких квестов, ничего не указано. Так непривычно. Кстати говоря, левелап, ребята, второй уровень. Изи-пизи. Жесть, смотрите, тут спам. Есть такой аддон с платными профилями прокачки. Называется REST XP. Мне на Votlk подгоняли этот платный профиль. Было достаточно эффективно, совсем не надо думать. И этот аддон через игроков, видимо, спамит, что, смотрите, вот вы можете прокачаться с третьего до четвёртой. За семь минут всего лишь. И десять секунд с вот таким вот замечательным аддоном. О, смотрите, тут пишут инф в хардкор гильдию, пожалуйста, а так можно? And me too, please. Тут пара печаток, по-моему, в моём сообщении. Ну ладно, всё. Ребята, я в хардкор гильдии. Ну, я вам рассказывал, что там тысяча человек онлайн. Может быть, чуть меньше. Может быть, 65. Но оффлайн игроков 616. Причём, что они кикают вроде. Ну-ка, дайте я посмотрю, сколько последний чувак было. Четыре дня. То есть, всех, кто старше, не заходит, все... Это прям свежая гильдия, видимо, какая-то, я не знаю. 616 человек, каждый из которых заходил в течение последних четырёх дней. Нормально так хардкорщики бустят близам. Вот если бы близы сами такое сделали, ну, прикиньте, нормально бы, да? Там как-то усложнили. Можно же было прописать, там, допустим, запрет покупать на аукционе какие-то штуки. Понятно, хардкорщики, они ограничены. Они не могут там в правилах написать, нельзя вот хай-левельные энчантики, вот такие вот эпики с аукциона, на которые вы на самом деле сами никогда денег не нафармите. Тоже нельзя. Нельзя брать подарочки какие-то непонятные, богатые от всяких людей. Если они это будут прописывать в правилах, ну, то это будет душнилово. Типа, никто не будет в этом разбираться. Там куча поводов для обузов. Поэтому они целиком запрещают всякие огромные куски. Это MMORPG. А они, по сути, из этой MMORPG делают соло-игру, потому что вам запрещено, ну, практически все. Там только в данж можно один раз сходить. А если бы это делали Blizzard, они бы могли сделать. Это прикольно как раз-таки. Но Blizzard не делают. Как и много чего еще. Я на самом деле хотел не только прокачать хардкорного персонажа, но еще немножечко познакомиться вот с этим комьюнити хардкорщиков. Потому что оно достаточно специфическое и дружное. И, не знаю, мне кажется, так... От него реально пахнет классикой. Я вот сейчас вижу, они тут что-то в чате общаются. У них какие-то приписки странные. Вот, 4 какой-то. Че это? Напишите, кто знает. Потому что я знаю, что среди моих зрителей есть. Может, это какая-то синхронизация. И я вижу сообщение из других гильдий. Через аддон, через этот идет синхронизация. О, кстати, смотрите. Тут аддон выводит смерти игроков. Видимо, пока я, ну, типа, онлайн. И кто умер за это время? Уже 4 человека. Тут даже написано, почему. Да, ну ладно. Ну, если я правильно понимаю, что тут написано у нас. Смотрите, какая-то надпись. Priest has died at level 14. А, вот, смотрите. Типа, он когда умирает, ну, его аддон сам пишет. На level 14 in eastern kingdoms. Вот, и надо, короче, чтобы все писали в чат F, когда он умирает. Я тоже напишу. Все, а теперь я часть хардкор комьюнити. Я тут, знаете, о чем подумал? Что, ну, я вот про скиннинг все вам телегу загонял. Вообще-то мне надо скиннинг сразу качать. Я сейчас убиваю мобов. Прям, он должен быть прям хорошо прокачан. Прям не как обычно. Ну, по крайней мере, у меня, как обычно, я качаю профы. Я их докачиваю до максимума уже после того, как прокачался. А пока качаюсь, ну, там как-то плюс-минус они остаются в актуальном состоянии. Но, как бы, то, что мне нужно прям, я скрафтить не могу. Но на хардкоре было бы хорошо, если бы мог. Поэтому, я думаю, может быть, сразу начать пойти сейчас, взять скиннинг. Но я не знаю, есть ли вот в этой деревне, которая здесь у Тауриенов, возможность взять скиннинг. Или нужно идти в тандербаф. А если в тандербаф, то там не наваляют люлей. Да мне и пока я буду туда идти, наваляют люлей там. Тут, опять же, видите, в чем прикол. Я скиннинг еще был бы очень классной штукой. Можно было бы бабла поднять. Потому что, ну, на скиннинге ты просто убиваешь мобов. Но тут я не смогу поднять бабла, потому что нельзя на аукцион выставлять. Опять же. Еще один умер. Блин, ну это весело, слушайте. Знаете, какое-то разнообразие дополнительное. Ты такой думаешь, вот лохи. И у меня третий левел уже, между прочим. А они умирают. Тут почему-то этому чуваку больше F поставили. Видимо, потому что он 22-го. Так, ла-ла-ла. Умер has at level 22. Баронс and Grandformer puzzle, ла-ла-ла. Her last word where the organ cave where you need to... Ну, да, тут видите, видимо, что ты последнее писал. В чатик еще сообщается. Вот в этот момент где-то я, как настоящий хардкорщик, должен такой, все, теперь для безопасности буду убивать ток мобов на 2 левел ниже себя. И вот этих чуваков еще фармить целый левел. Буду ли я так делать? Посмотрим. Чуть позже, наверное. Чуть позже. Зато когда ты хардкорщик, видите, вот тут чувак хвастается. Вот прикольно они тут рецепт выбили. Кстати, они качают... Да, я вспомнил, что многие качают гербализм и алхимию. Потому что это хилинг-поушены. Потому что ты не можешь нигде взять хилинг-поушенов. То есть ты их либо там из ящика втягаешь и лутаешь. Не можешь просто пойти на аукцион и купить дешево хилинг-поушенов. Как же быть? Не знаю. Может алхимию реально качать? Анис? Ну, алхимия как-то скучная. А когда ты сам себе шьешь платье... Ну, правда, возможно, в итоге окажется, что я не смогу сам себе ничего шить. А хилинг-поушен это точно. Ну, алхимия как бы предполагает, что ты собираешь траву и там себе крафтишь все спокойно. Но я все-таки, наверное, выберу лазерворкинг и скинг. Не знаю, получится ли у меня. Хотя, может, вообще не получится. Может, там нужны эти какие-нибудь болты, накрученные тейлорами. Я решил, что в рамках заработка бабла я буду брать себе не улучшающие армор вещи. Потому что зачем они мне? Буду брать просто вещи, которые стоят дороже. Ну, пока речь о вещах таких не классных, недорогих. Недорогих моему сердцу, в смысле. Не усиливающих меня особо. Слушайте, мне уже дали квест вот туда, к этим свинолюдям. По-моему, это тот квест. А что так быстро? Ну, вот как раз вот в эти пещеры к свинолюдям соваться... А, погодите, какие свинолюди? А вот квест намал вот водичку тут какую-то, я помню, был точно. Где он? А, его вот здесь надо прям брать, окей. Я, в общем, решил, что, наверное, надо как минимум до четвертого докачаться, прежде чем я пойду туда. Выучить скиллы новые. Ну, может, пока вот какие-то еще квесты поделать. Варьер 12 уровня умер в Трисфол Глейдсах. Не повезло. Я, знаете, что-то, кажется, собираюсь установить все квести. Ну, конечно, аутентичности, всякое такое, это очень приятно, очень приятно. Но думать, где какие квесты. Должен еще, кстати, сказать, что, в принципе, от хардкорщиков, ну, не то, что требуется, но, как я понимаю, очень желательно, чтобы хардкорщики записывали... Не записывали, а стримили. Ну, прям вот как будто у тебя онлайн-стрим, и ты можешь подтвердить все, что с тобой происходит. Это, в основном, нужно для того, чтобы протестовать там всякие смерти из-за бага флагов, типа ты под текстуры провалился, сдох. Но нужно ли мне это? Нет. Я не... Ну, это нужно, чтобы попасть в таблицу настоящих хардкорщиков, прошедших этот челлендж. Но так как меня эта таблица не очень интересует, и, в принципе, я все записываю, так что, не знаю, для вас у меня будут какие-то пруфы, хотя нафига они вам тоже нужны? Я не вижу смысла еще отдельно там стримить на секретные каналы всякие, потому что я хочу именно на YouTube это выкладывать, не хочу стримить. Эх, классика. Наслаждаюсь геймплеем, пацаны. Наслаждаюсь. Я, кстати, не помню, как выглядит у друидов медвежий квест, насколько он сложный. Ну, меня в Молгор, по идее, должны отправить, да, каким-то там телепортом на 10-м левеле. Что я там буду делать дальше? Не знаю. Кстати, меня еще идея посетила, прям пушка-бомба. Там написано, что ворлд-бафы и бафы от игроков вы можете получать, ну, если вы случайных получили, как бы, если вас просто бафнули, что вы можете сделать, да, правильно с этим? Тема на миллион. Идем в Агримар и стоим там АФК, пока не получим баф в башке Аникси, потом идем качаться. Качаемся 2 часа, снова идем в Агримар, снова ждем бафа. Ну, правда, этот сервак, насколько я понимаю, не особо заселен, не знаю, тут как, сколько тут, да, 60-е вообще. Кто 60? А. Ну, возможно, не так много людей ходит в рейды. Ну, кстати, с другой стороны, я подумал о том, что вот, когда вы не можете трейдить и так далее, для вас особенно цены всякие падающие бакешки, которые вы можете одеть. Хороший вот человек линкует. Хотя, насколько я понимаю, зато если вам будет падать что-нибудь... Прикиньте, вам падает фиолетовая шмотка, которую вы не можете одеть. Ну, там какой-нибудь мейл на меня выпадет. Правда, да, фиолетовых шмоток надо еще докачаться, но, в общем, суть вы поняли. Вроде как вы можете стать миллионером, но не можете, аукционом нельзя пользоваться, извините. Тут интересная история разворачивается в чате. Помните чувака, которому я в самом начале писал и спрашивал, как попасть в хардкор-гильдию? Он был в хардкор-гильдии, он мне сказал, что не знает как. После этого он написал в... Он вышел... Ну, я уже вступил в гильдию. Он из этой гильдии выходит. Снова пишет в чат, что он ищет гильдию. Его инвайтят в гильдию. Он инвайтится. Снова из нее выходит. Из той же самой гильдии. Это тот же самый чувак, вот с кем я вначале общался. И опять пишет, что он ищет хк-гильдию. Видимо, мы для него недостаточно хардкорны. Ну, слушайте, я должен сказать, что вот с этим условием, что тебе нельзя умирать, интересны даже убивать пока что. Весело убивать даже птиц первого левела. То есть я думал, я буду это записывать. Сначала будет скучен там до какого-нибудь первого... Ну, в общем, первой пачки мобов агрессивных, где тебя в принципе могут убить. Но нет, и такой... О, я хардкорчик! Четвертый левел. Идем учим скиллы, которые на четвертом левеле учатся. Не знаю, что это. Не помню. И идем вот тут вот делать квесты. Ну, я уверен, что будет все в порядке. Я же не нубец какой-то. Тут уже агрессивные кабаны. Они квестовые. Но они агрессивные. Они моего левела. Ну, то есть... Ну, блин, вообще, слушайте, я же... Я фулл столбман в него всадил. Он, во-первых, зарезистил один каст. Я думаю, по-хорошему сюда нужно идти левели на пятом. Не раньше, на самом деле. Ну, я уверен, что я пройду и так. Нормально все будет. Ну, что-то они резистят прям мой натур. Ну, у них, наверное, шкурный натур резист. Клинжовые шутки. Итак, ребята, мы входим в пещеру. К, ну, вот тем плохим чувакам. Тут все мертвы. Что не очень хорошо, на самом деле. Потому что мертвые воскресают. Так уж устроен World of Warcraft. Да, плюс я не могу объединяться в пати вообще с другими игроками. Ну, и с хардкорщиками, насколько я понимаю. Слушайте, а как я должен элитные квесты делать, допустим? Ну, если не вот групповые. Я могу, получается, в группу объединяться в данж? На элитных мобов. Ну, в данжах же элитные мобы. Но не могу в группу объединяться в открытом мире. Наверное. Если нет, то напишите. Тут очень много мертвых мобов. Если только пойдет респ сразу на мне, сразу будет плохо. У меня вот туда квест, скорее всего, если я правильно помню. Но они уже пятого левела. А я даже одного убить не могу. Я не знаю. Наверное, надо подождать, пока кто-нибудь залезет внутрь. И выпулить одного вот этого босса отдельно. Но... Как это сделать? Есть у меня идейка. О, отлично. Все. Как раз они спулили его. А я спулил босса. И мне этот чувак помогает, видимо, с боссами. Я не знаю. Ну, я с ним не в пати. Все. Правила не нарушены, надеюсь. Чисто. Чистейше просто. Квест completed. Когда я несколько минут назад говорил, что сложного просто не умирать. Вот в том числе имелось в виду, что в такие места на таком левеле залазить на 100% нельзя. Особенно сейчас я дальше куда-то полезу, пойдем посмотрим, что там за атаку кемп. Какой-то эскорт, что ли, появился. Я не знаю, что это. Ой, там ящичек. Так, так. Я и... А, он... Ой! Он... Вы видели? Он что-то отвзял. И теперь уже нельзя взять. Видите, скорее всего, это квесты там. А теперь тут два моба. А как я их убью? Не агриджи мне двух мобов. Так, давайте, короче, что делаем. Попытаемся этого нюкнуть. На макс рэндж встаем. Макс рэндж. Зачем я этой хренью занимаюсь? Хе-хе-хе-хе. Сейчас у нас будет выпуск, а Пептар играет на хардкоре, короче, на двух чарах сразу. Ну, пацаны, как смог. Я надеюсь, Мун этот его добьет. Хотя нет, с него ужас слетело. Но я не могу его продолжить бить. Или могу? А что он не бежит сюда? Сейчас, этот заивейдился, заивейдился. Главное, что... Блин, этот тоже заивейдился. Ну, ждем, пока кританет. Что сказать? Я хз как-то еще... Там резнулся этот свиток. Вообще, надо, наверное, Мунфайр в конце кидать, чтобы обновить агро. Видите, я бы его мог добить немножко, но мне тупо манны не хватает. То есть, вообще, как бы, совсем. Можно вот так бежать-бежать. Где-то здесь эвейд. Тут бежим назад. Бьем еще раз Мунфайром. То есть, он уже не откинь... Так, сейчас он умрет. Все, и убегаем. Убегаем. Блядь, рез пошел бы мне на лице прямо. Отстань от меня. Так, ходочку себе кидаем. Все, нормально. Сейчас этого быстрее... Блин, я теперь боюсь, что кто-нибудь пролезет и спиздит мой свиток. Блин, резисты это мое самое нелюбимое в этой игре просто. Я и так еле-еле вывожу еще какие-то резисты. Это так тупо. Если сейчас эта трестница моб здесь, но он, наверное, не рестница. Че так долго лутаешь? Ты че так долго лутаешь? Мразота. Все. Квест? Квест. Я получаю щит за это. Вот это класс. Классика. Напишите название какого-нибудь аддона. Я не хочу себе огромный ТСМ ставить, который просто будет показывать цены. Я поставлю на следующий видос. Ну, если этот видос вам, конечно, вообще зайдет. Если вам будет интересно смотреть. Если у меня сейчас не умрет персонаж, я сам не сгорю. Ну, хотя с чего бы мне сгорать. А где выход? Спустя два часа. Все, я вылез из пещеры. Теперь просто убиваем чуть-чуть кабанчиков. И идем все это задавать. Получаем левел, скорее всего. И, в принципе, на этом мое... Мой квестинг здесь будет закончен. Что не очень хорошо. Наверное, я бы хотел с левела до шестого докачаться. Но, с другой стороны, наверное, я все-таки сейчас здесь закончу квестинг. И пойду в тот лагерь. И попытаюсь там уже взять скиннинг. Я надеюсь, он там будет. И со скиннингом буду фармить мобов. Там левел подкачаю еще. Еще посмотрим, как пойдет. Как они понимают, что надо писать F? Я не понимаю постоянно. Go again friend. F, 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 F. Тут вроде ничего про смертный, про какую не написано. Может, они все время просто пишут F рандомно? А, может, они смотрят в аддон? Да, тут же смотрите, какая... Прямо... Это вот... Я еще интерфейс перезагружал, когда я себе квести поставил. Вот за 25 минут умерло вот столько людей. То есть, напомню, у нас где-то онлайн 60 в гильдии, да? 58. То есть, ну, блин, 10% людей откисло. Я не знаю, как они умудряются. Как вот он на третьем уровне умер? Ну, в смысле, буквально. Он же на третьем уровне даже еще сюда не пришел. Как можно было умереть-то? Что он сделал такого? Так, вот Хантер 15 левела пишет, что он умер. Буквально 7 калкаров спаунит on me at the same time. Кстати, я подумал, что мне нужно вытащить вот эту обилку на панели. Она же очень важная. Стан. Я только что нечаянно на эту обилку нажал. Она моп ее задоджил. Ну, видимо, чтобы показать мне, насколько она важная. Нереально. Я возвращаюсь в лагерь. Кстати, непонятно, почему не ХСом. Был бы у меня какой-нибудь адрон, который мне подсказывает. Я бы, наверное, вернулся ХСом. И давайте продадим все, что нам не надо. Сейчас я сдам все квесты. Так, перчатки 21 армора. Ну, не знаю. Штаны стоят денег. 21 армора нам не так сильно надо, наверное. Так, тут нам что предлагают? Хлеб. А, хлеб и чест. Прям вот и то, и то сразу. Прекрасно. Спасибо. Хлеб мне очень нужен. Чест. Продадим сразу, чтобы не мешало. Штаны 14 меди стоили, между прочим. Вообще супер топ. Да, ну и как бы вот у нас пол левела. А, ну сейчас, может, еще даже чуть больше насыпят. О, как? Моиса! Ммм, топ. Но мне, наверное, моиса не нужна. Мне, наверное, нужен посох скорее. То есть друиды, конечно, могут носить мысы, но... Посох в целом больше DPS нам дает. Выглядит как говно. Кайф. Ну, слушайте, нормально. Шестой левел прям скоро, на самом деле. Это конец этого видоса. Чем законч... Вернее, чем продолжилось путешествие друида, вы узнаете в следующей серии, если это вам зайдет. Если нет, то все. Я, на самом деле, уже записал, потому что я записал 5 часов, а потом оказалось, что это слишком много. И я-то знаю, что будет дальше. Но вы узнаете только если у этого видео будет достаточно много просмотров и комментариев. И вы расскажете, как вам оно. Потому что фидбэк действительно важен. Спасибо большое Джексону, Бихелидзоду и Сане Дэнде за то, какие они невероятные лапочки. Спасибо всем остальным лапочкам с бустей Патреона. Вы тоже можете стать лапочкой. Просто меня поддержать, если есть возможность. Если нету, комментарий, лайк, подписка. Держи меня. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok